У нас сегодня тема кератолитики. Кератолитики – это вообще размягчение кератозы, размягчение кожи. Они бывают кислотные, они бывают щелочные. И основная задача – на самом деле даже вода является кератолитиком. По большому счету все, что размягчает кожу, является кератолитиком. И один из лучших. Кератолитиков – это вода. Поэтому на самом деле, когда замачивают ногу в воде, это тоже, по большому счету, воздействие кератолитика, чтобы потом легче снять оргаевшие частички кожи, то есть мертвые клетки. Но сейчас наука пошла вперед, и я очень рада, что кератолитики приобретают такое хорошее качество. Во-первых, что стало хорошо? Что мы можем положить кератолитики не на всю ногу, а только локально, только там, где есть. Более того, появились кератолитики, которые можно положить прямо вот точечно. И у вас есть такой кератолитик, мне очень он нравится. Он прямо так и называется – для точечного применения. То есть, да, когда не нужно там вытаскивать, потому что вылить или прыскать – это достаточно сложно. Появились кератолитики пенные, появились кератолитики у вас тоже есть. Спреевые, да, вот уже показывает Ольга Ивановна. То есть разные-разные кератолитики, да. И вот мы сейчас сегодня поговорим об особенностях именно вот, ну, скажем, кератолитиков, размягчения, где их применять, как их применять. И в первую очередь, вот мне хочется задать именно вам, вы производитель. Вот. И я знаю, что, например, пенный кератолитик – это одна из таких, я бы сказала, открытий, которые сейчас приобретают все больше и больше, и мне очень нравится. Вот. Более того, я вам скажу, что пенным кератолитиком мы даже работали, у нас были тренинги по чемпионату, на следующий чемпионат будет, вот, перенесли его на 4 сентября. И вот один из вспомогательных средств в конкурсной технике мы нашли именно пенный кератолитик. Причем мы пробовали несколько кератолитиков. Вот ваш очень удался и очень хорошо отработал. Вот расскажите, почему пенный и что в нем такого содержится, что он реально стал, ну, как бы, такой крутой фишкой, и мне с ним, вот, например, очень комфортно работать. Хотя, честно, я как мастер, как преподаватель кератолитиком, я особой большой любви не питаю. Поэтому не могу сказать, что я все кератолитики скупаю, и очень, например, до этого там был целый огромный ряд кератолитиков, и гелевый, и мощный, и послабее, и совсем слабенький. И мне вот это вот, ну, как бы было тяжело. А вот когда их мало, но они абсолютно разные, мне очень понравилось. Расскажите про пенный кератолитик. Почему пенный? Как так получается, что он выходит с пенкой, и что там особенно такое содержится? Ну, хотелось бы сказать, что до нашего появления на рынке с кератолитиками пенного кератолитика в природе не было. Это полностью от начала до конца наше изобретение, нашей фирмы, наших технологов разработки. Мы пытались делать, были на рынке локальные кератолитики. Девочки, висим сейчас, Ольга Ивановна? Ольга Ивановна, сейчас подождите, у нас вопрос появился, что мы висим. Девочки, висим, вы нам как-то маякните и сердечки бросите, потому что я очень переживаю, что нас не видят. Скажите, не висим или висим? Потому что я вижу хорошо, Ольга Ивановна. Наташа, немножко вы, скажем так, клеточки. Я, да? Да, себя вижу хорошо. Так, сейчас это... Я могу только перезайти, нет? Девочки, хорошо нас обоих видно и слышно? Ну вот сердечки пошли, значит, хорошо. А, нет, пишут Наталья... Ну давайте, да, 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 да. Я, девочка, ну я могу только перезайти, попробую. Сейчас, подождите тогда секундочку, я сейчас попробую что-то сделать. Да. Нормально, все, поехали. Вообще прекрасно вас видно, да. Отлично, все замечательно. Верный кератолитик, этот продукт, мы его разработали, скажем, первые на рынке. Сейчас все, кто пытаются производить подобные аналогичные продукты, это уже аналоги нашего продукта. На самом деле, когда мы вообще занялись профессиональной косметикой, мы пытались разработать именно продукт для локального применения. И когда экспериментальным путем работали над локальным жидким лезвием по тем временам, да? Было такой, был такой термин, жидкое лезвие. Пробовали и, в принципе, выпустили на рынок. И, конечно, этот продукт очень сложно бы уходил в рынок, потому что он был новым, первым. Заходя в салоны, я видела, что мастера неправильно им пользуются. То есть они просто наносили на стопу, и со стопы это все стекало, хотя написано было, что нанести на салфетку, на бумажную, обыкновенную салфетку, да, и потом приложить к стопе эту салфетку. То есть у нас, я прям заходила в салон и девочкам рассказывала, говорю, а где ваши салфетки, а почему, стенку видно, да, вот, а почему вы не используете салфеточку? Это же проще, ничего стекать не будет, продукт будет реально работать. Отзывы были такие, что продукт не работает. Но когда мы все-таки стали проводить видеосеминары, стали рассказывать о фирмах и мастерам, проводить семинары в салонах, и рассказали, что именно таким образом работает этот продукт, да, вот представим себе, что это стопа, и я на стопу нанесла пенное лезвие, ой, пенный кератолитик, вот, подиафарм, и распределила по стопе, и вот тут начинает кератолитик полноценно работать, то уже вот на этом этапе мастера, специалисты прониклись и действительно поняли, что это замечательный продукт, что он замечательно работает, и он нужен. Вот это тоже очень важно. Да, мы попробовали еще по-другому. Мы попробовали еще по-другому. То есть мы на вот, на сам на топ-тэш, например, выдавливали немножко и салфеткой прикладывали. То есть прямо не салфеткой примеривались, а вот прикладывали на салфетку. И, то есть не все не стекало, то есть мы хорошо промакивали, тоже такой способ. То есть не на салфетку, потом на стопу, на стопу, потом салфетку. То есть тоже очень хорошо отработало. Его состав сейчас нам расскажет. Ольга Ивановна, вы у меня пропали. Ольга Ивановна. Ага. Сейчас мы ее снова... Ивановна, у нас Ольга Ивановна. Вот, поэтому сейчас она расскажет про состав обязательно. Он действительно... чем он хорош? То есть он действительно... да. Ольга пропала, мы сейчас ее вернем. Надеюсь, она сейчас вернется. Вот, если что, маячьте. Да, спасибо большое за сердца. Здесь, смотрите, на самом деле он действительно экономичен. Да, то есть теперь наоборот, так получилось. Но вот видите, интернет, к сожалению. Я сейчас не вешу. Нормально. Сейчас мы ждем. Сейчас Ольга Ивановна у нас появится, и мы ее быстренько подключим. Значит, выглядит вот он вот таким образом. Смотрите. То есть более того, есть, например, голубой и зеленый. Вот зеленый именно для нас, специалистов, для подологов. То есть чем он отличается? Концентрацией. Во-первых, форнизол туда добавлен, то есть антисептик. Да, отлично, замечательно, нормально. Ждем Ольгу Ивановну. Где у нас Ольга Ивановна? Потерялась. Потерялась Ольга Ивановна. Сейчас она у нас подключится, мы ее быстренько, быстренько сделаем. То есть действительно выдавливается. Видели? То есть не нужно не встряхивать ничего, мне это очень понравилось. Там абсолютная жидкость, и вот там идет такая хорошая пенка. Когда, пока она подключается... Ага, замечательно, подключилась. Мы ее быстренько, быстренько подключаем. Ну вот так. Не может присоединиться. Так, вот что же это такое-то, да что же это за беда-то такая у нас? Столько хотелось рассказать, но вот видите, вот почему, например, честно, прямо готовились. Мы перед тем, как выйти в эфир, проверяли весь интернет, выходили, общались в Инстаграме с Ольгой Ивановной, чтобы не было никаких вот таких проблем. Но вот почему-то получается... Сейчас еще раз пробую ее присоединить. Почему-то не может. Сейчас мы попробуем. Так, Ольга Ивановна, попробуйте еще раз выйти и снова зайти в прямой эфир. То есть, и да, то есть я вас сейчас... Потому что вы почему-то у меня не получаетесь. Вот, попробуйте выйти и снова зайти. Вот, Ольга Ивановна здесь, поэтому я думаю, что она меня слышит. Вот, а пока Ольга Ивановна присоединяется, снова выходит и снова заходит, Ольга Ивановна, я буду говорить о киротолитиках. Значит, смотрите, вот этот киротолитик, о котором мы говорили, о пенах, он действительно подходит очень хорошо, как для больших натоптышей, так и для, когда вот мягкий натоптыш, когда очень хорошо выравнивание кожи, бывает много шелухи, ее нужно снять. То есть, фактически можно заменить даже работу как с аппаратом со спреем. Единственное, по всем киротолитикам я вам хочу отметить, что, пожалуйста, не работайте по киротолитику аппаратами с пылесосом. То есть, пылесос у вас должен быть отключен. Если аппарат с пылесосом, то пылесос лучше отключить, потому что влажная кожа, влажные, скажем, чешуйки, они будут залетать в пылесос, оседать в шланге. Соответственно, они не долетят до пылесборника, и у вас будет забит шланг. Поэтому вот на время работы по киротолитику... Ага, отлично. Так. Так. Добавить. Ага, ждем, подсоединяется. Поэтому, чтобы, скажем, нет никаких противопоказаний в работе с аппаратом с пылесосом, но он должен быть отключен. Ольга Ивановна, я очень рада вас видеть. Пожалуйста, не пропадайте. Давайте. То есть мы, я немножечко говорила, пока вы присоединялись, говорила о его применении. Вы нам расскажите, пожалуйста, про его состав. Потому что вот мастера прямо сидят уже на иголках, да. Состав пенного лезвия, пенного киротолитика, опять же, да. Значит, состав киротолитика, естественно, действующее вещество – это мочевина, карбамид. Плюс ко всему, поскольку мы, опять же, знаем, что работают со стопой с сахарным диабетом, да. То есть люди болеют. И в основном такие клиенты идут, у которых именно проблемы с киротозом, гиперкиротоз, да. То есть, соответственно, им в то же время нужно щадящую процедуру, да. Поэтому, естественно, щелочи здесь напрямую. Щелочь не введена. Вот, щелочи нет. Часто задают вопрос, что значит напрямую щелочь не введена. Это значит, продукт щелочной, поскольку у него высокий уровень ПАЖ. Вы как химики, и как вы лично, Наталья Химик, вы знаете, что это такое высокий уровень ПАЖ, да? Да. И почему именно это? Это не обязательно щелочь, да. То есть это просто щелочная среда, да. И она может обусловить как бы состав. Но при этом щелочь напрямую не внесена. Поэтому у людей с сахарным диабетом, у которых есть микротрещины, или люди со старческой стопой, да, когда тоже много микротрещин на стопе, вот как раз этот щелочный продукт на всю стопу. Можно, конечно, делать аппликации на конкретные какие-то зоны, да. Но мы его все-таки предлагаем изначально как кератолитик на всю стопу. Вот. И именно в этом его, ну, сила, что можно нанести на всю стопу, работает только с мертвыми клетками, да. То есть он не затрагивает живые клетки, да. Что на стопе есть часть с живыми, такими, ну, тонкая кожа, да. То есть это в середине стопы мягкая нежная кожа, и, как правило, там и нет кератоза, да. То есть это кератоз в основном на определенных участках кожи, да, вернее, стопы. И вот в этом случае, вот здесь, нанеся на всю стопу кератолитик, то здесь живые клетки не затрагиваются тоже, кожа не портится, да. То есть это вот очень важно, и это такая вот особенная черта, отличает другие кератолитики, вернее, этот кератолитик от других кератолитиков. Это мягкий продукт. Я вам больше скажу, я вас сейчас прерву, потому что вот то, что вы рассказываете, мы уже это применяем. То есть применяем, я вам скажу, когда. Вот когда мы начинала, я эфир, я сказала, что мы его применили даже в конкурсной технике. Что мы увидели? То есть в конкурсной технике нельзя применять масла, то есть наша стопа должна быть идеальна после обработки, которую примеряет судья. И мы должны, еще более того, мы должны подобрать стопу с проблемами. Так вот, этот кератолитик у нас отлично сработал без, скажем, без пакета, без специальных каких-то препаратов, да. То есть мы его просто разнесли салфеткой, и самое интересное, по нему фактически, уже практически чистой стопе. То есть это мелкие трещинки, это мелкое шелушение, это вот эта сухость, которую нам надо убрать. По нему отлично сработала фреза монолит. Мастера, которые находятся здесь, они знают, о чем я говорю. Это фрезе полностью из алмазного зерна, то есть она абсолютно, скажем, абразивна, но абсолютно на одном уровне. Так вот, по этому кератолитику фреза монолит сработала, как, знаете, такой вот выглаживающий эффект, и мне очень понравилось. Но я знаю, что вы можете говорить, что поскольку нет напрямую щелочь, можно даже не нейтрализовать. Я этого не люблю, потому что любое размягчение кожи, если клиент уходит, и мы понимаем, что какие-то вещи мы не дорабатываем, нельзя. То есть полностью натоптыш снимать нельзя, полностью вычищать трещины до розового цвета нельзя. А значит, мы оставляем какую-то долю мертвых клеток. То есть они более плотные, они ближе находятся к слою, скажем, к блестящему слою, но тем не менее они нужны. Вот если мы его оставим и будем, скажем, ну, говорить о том, что будет продолжаться, то есть человек ходит, мы же не знаем, почему он пойдет дома. Пойдет ли босиком, пойдет ли там, я не знаю, в шерстяных носках, там, я не знаю, наждачкой. Ускопы наденят, да. Да, да, чтобы не допускать вот этого царапания размягченной кожи, я предпочитаю любой кератолитик нейтрализовать. Колпачками, да, колпачками работать по нему можно, но имейте в виду, колпачок – это бумага. Я говорю ни об абразиве, ни о карбиде, ни о песке, который нанесен бумагой. Бумага, любая бумага, она будет промокать и к себе приклеивать вот эти размягченные чешуйки. Не потому, что там абразив плохой или крупный или мелкий. Поэтому колпачки зацаряются быстрее, девочки. По любому кератолитику, по влажной коже, то есть поэтому вот лучше предпочитаю работать по кератолитикам, это цистерами, металл с алмазом, это монолит, это твердосплав, то есть там, где нет бумаги. Но, в принципе, если колпачками, то по одной стопе одним колпачком, по другой стопе другому колпачку. Чем лучше нейтрализовать? Ольга Ивановна, пожалуйста, про нейтрализатор. Нейтрализовать, естественно, любая щелочь, химики, знаете, нейтрализуется кислотой. Здесь, опять же, щадящий состав кислоты, который нейтрализует щелочь. И у нас представлено в нашей группе товаров, да, это тоник, нейтрализатор. Почему мы назвали тоником? Потому что помимо кислоты есть еще и ухаживающие лечебные продукты в этом составе. Опять же, форнизол, да, чтобы снять воспаление, да. Мы здесь говорим, вот почему я говорю, что помимо, вот вся линейка наша, она помимо того, что эта линейка должна прекрасно работать, там, с кератозом, там, допустим, с рожьим ногтем или еще с какой-то проблемой, там, потливостью ног, то обязательно она еще должна быть с уклоном, то есть это для подологов линейка, да, то есть эта линейка должна быть с уклоном именно лечебным, потому что именно, ну, непростые клиенты приходят к вам на процедуру. То есть, соответственно, и непростые продукты у них должны быть в арсенале. Вот это тоже очень важно. Вот, Наташ, я знаю, что вы не очень любите работать мокрый, делать педикюр, да, в салоне, вот, я это очень знаю. Ну, если не будет вопросов еще вот про кератолитик именно пенный, ну, единственное, что, видимо, когда я уходила из эфира, я частично слышала, просто оно где-то зависало там. Я хотела бы сказать, что действительно очень часто наши мастера, специалисты любят что-то замотать, да, примотать, замотать, и поэтому... Баньку такую устраивать. Да, баньку создать, да. Ну, то есть усилить эффект. То вот для жидкого, для кератолитика подиафарм... Пена. Да, дополнительные затраты на пленку, целлофан, они не нужны, потому что держит бумажная салфетка, я ее уже вытерла, потому что пошла заниматься, то есть у меня сейчас руки в кератолитике. И вот это вот... Да. Вот это вот пена, сама пена, то есть там я знаю, что есть кислород, ну, то есть фактически вот это, то, что помогает проникнуть в работу кератолитика. Это вот, да, это сто процентов. То есть вот именно этот эффект мы обнаружили, когда начали вот экспериментировать над продуктом, когда мы его изобретали, этот продукт, потому что у нас не было аналогов, да, то есть это был первый продукт, который мы вот от начала до конца, от идеи произвели, проводили в жизнь, да, и вот тут и пена работает, тут и карбамид работает, здесь и кислота, та, которая присутствует, и понижает уровень ПАЖ для того, чтобы ожога не было. То есть все вместе, совместно это работает, и поэтому такой эффект. А главное, что не надо никаких затрат. Вот. Но для любителей замотать, примотать, вот, есть и такие продукты. Но я можно чуть-чуть вот расскажу еще, Наталья, то есть про тот продукт, я знаю, мы будем до конца эфира разговаривать, который спрей, да, который новый тоже продукт, практически новый продукт, ну, вообще у подологов, у мастеров салонов, поэтому мы про него будем долго говорить. А вот это мой любимый продукт, честно скажу. Это гель тератолитик, вот, здесь большой очень уровень мочевины, поэтому он коричневого цвета, да, он с производства уходит беленький, а по истечении времени он получается такой уже коричневый, потому что это как раз вот зависит от большого ввода, мы когда с вами говорили по поводу размягчителей, да, вот, ногтевой пластины и тому подобное, крема с мочевиной. Вот как раз, когда говорят, что там 50%, 30% мочевины, то это вот такой продукт, который вот, а 50% это просто получается жижа, да. Более того, более того, я хочу добавить то, что вы сделали его гелем, ведь гель на самом деле в косметологии, он легче проникает в кожу, чем любая жидкость. То есть гель как бы всасывается фактически вот этими ворами, да, он очень хорошо. Вот, и мы сделали тоже такой, я считаю, что вот на данный момент это будет, сейчас я вот продемонстрирую, как он работает, это на самом деле тоже единственный наш, вернее, как второй наш продукт, который мы именно в этой, ну как скажем, из кератолитиков произвели, именно от начала до конца, потому что похожего продукта, почему, в общем-то, и тот, и другой, может, мой любимый продукт, да, а этот вот особенно. Если мы говорим, что это для сухого педикюра продукт, да, и он немножко подсушивает кожу, да, таким с подсушивающим эффектом, потому что нет воды, то есть стопе недостаточно воды, то в этом случае гель наносится на стопу, ой, это первые капельки потекли. Обратите внимание, обратите внимание, кто все здесь сидят, смотрите, Ольга Ивановна не боится кератолитика, она его прямо кладёт на руку, то есть, да, на самом деле ожога не будет, поэтому на самом деле, кстати, очень часто мастера боятся кератолитиков, потому что если они их тронут, то кажется, что сейчас вот всё, кожа пойдёт, посыпется, здесь этого не происходит. Нет, это всё работает только с мёртвыми клетками. Вот, то есть гель, вот как я сейчас нанесла его, наносится на стопу, мастер себе наносит кератолитик на перчатку и потом наносит на стопу. Да, но в салоне лучше на перчатку. Ну, да, естественно, здесь на перчатку наносится, а это как бы мастера рука, да, а это стопа клиента. Вот, и наносится на стопу клиента, то есть между пальчиками разносится, на кутикулу нанести можно, и стопа опускается в водичку. И водичка начинает втягиваться, вот такой большой процент мочевины начинает втягивать воду, и это именно для сухих стоп. Мы экспериментировали именно на старческой стопе, когда вся стопа вот, ну, такими покрытыми мелкими морщинами, и всё это шелушится, трещинка, всё. Вот, то есть фактически мы не размягчаем, чтобы снять, а наоборот мы создаём вот этот вот втягивающий эффект. Втягиваем воду. Я, можно я добавлю, Ольга Ивановна, да, как химик. Ведь на самом деле мочевину, то есть потому что я боюсь, что если вы этого не расскажете, да, то есть на самом деле, когда я рассказываю о мочевине и о кремах с мочевиной, то есть я всегда рекомендую их использовать именно при влажности воздуха не менее 70%. Да, это очень важно. Потому что мочевина работает каким образом? Она берёт молекулу воды и тянет, всасывает её вот в эту кожу. Да. То есть если воздух будет очень сухой, то мочевина будет тащить эту воду из кожи. Ой, ой, что-то упало. Пожалуйста, я скачу, да, мой телефон скачал. Это моё эмоции, по-моему. Да, вот этот вот как раз эта работа, вот эта работа получилась, что мы получили целый вот, ну скажем, процесс, когда мы можем нанести вот этот гелевый кертолитик за счёт гелевой вот этой субстанции, которая втягивает, опустить фактически воду, получить 100% влажности и заставить в кожу попасть в воду. Я правильно поняла? Да, да. То есть отлично. Вопрос сразу. Видите, с какого возраста можно использовать средства? А, противогрибковые, пардиофарм. Девочки, противогрибковые средства у нас был уже эфир, мы не будем сейчас долго отвлекаться. Я к вашему вопросу, посмотрите, пожалуйста, предыдущий эфир. А вот к вашему вопросу я хочу сказать другое, потому что на самом деле у нас есть дети, да, то есть у нас есть дети с теми же самыми натоптышами, и у вас есть замечательный, у вас тоже гелевый кератолитик, который точечный, когда мы можем не целую пенку положить на массу, да, то есть не гель, ну как бы, да, а именно точечно попасть. У меня, например, мастера в салоне вот этот гелевый кератолитик, они просто обожают. Это стержневые мозоли, это маленькие мозольки, скажем, какие-то на мизинцах, на вот краешках где-то. Вот про него расскажите, и в том числе отношения к детям. Ну, отношения к детям, если у, бывает, да, дети встречаются, когда действительно большой объем, да, то есть работа, опять же, ну я даже могу сказать, что на примере дочери, да, у нее в 16 лет была проблема со здоровьем, и нам предложили делать педикю, да, то есть я очень удивилась, как это 16 лет, то есть это, ну это сейчас уже дети взрослые, в нашем понимании, тогда это был совсем еще ребенок в моем понимании, в моем подходе, вот, и сказали, что нужно делать педикюр. Я очень сильно удивилась и боялась этого очень сильно, потому что еще у нас педикюр так не был развит, вот, и педологии как таковой не было, и мы, ну вот, начали работать с этим. То есть тоже откуда-то, все линейки, все продукты, они рождаются ради кого-то, ради чего-то, знаете, как поэты пишут стихи, да, то есть вот есть муза, и начинаются песни, стихи, да, вот то же самое и здесь. Есть проблема, есть муза, и вот к ней это, то есть это что-то производится, это придумывается, называется как-то, да, вот, поэтому, естественно, вот эти тоже продукты так и родились. Вот, и здесь можно, как раз, просто я расскажу, что какие детям можно использовать продукты, это для, этот продукт, потому что это еще и увлажнение, до следующего прихода к вам, пациента, стопа будет увлажненная, кожа будет мягкая, такая, как говорят у младенца, да, потому что очень большой прилив воды был, не только в мертвые клетки, которые вы удалили, но еще и в живые клетки, увлажнение, такой эффект увлажнения, да, можно использовать пенное жидкое лезвие, если нужен подсушивающий эффект, тоже детям можно использовать и на всю стопу, и делать аппликацию на пяточки, под пальцы, где это, или вот, допустим, если нога широкая, то вот на этих местах можно, да, на стопе делать, если мы все равно попадаем на стопах. Что? Мясо? Это эмоции, это эмоции, да. Ну, и локальное жидкое лезвие можно использовать, если это нужно применить точечно. Вот. Ну, у меня, к сожалению, тоже нет салфетки. У нас есть салфетки одноразовые, безворсовые, уже нарезанные, нужного размера, и они круглые. Но если их натягивать, вытягивать вот так, как вот безворсовый материал тянется, то вполне можно сделать прекрасную аппликацию, нанеся средство, точно так же, вот я сейчас покажу, нанесу кератолитик на салфеточку и сделать аппликацию. Вот, допустим, под пальчики, да, на пальчик, то есть вытянув немножечко салфеточку, или на... Мы очень любим ватные диски, то есть я их очень, мне девочки с удовольствием, прямо разрываю пополам, ну, как бы, в один слой и кладу на... К сожалению, вата очень в себя много впитывает и получается стопе-то оно очень... Поэтому в один слой, только в один слой. Да, да. Поэтому в один слой. Тоже применяется так. Но мы рекомендуем безворсовые салфетки. Очень плохо видно бутылочку. Дело в том, что... Девочки, я потом... Я вот как... Вот, но на самом деле улавливается не только эту информацию, это принцип о составе, о их, ну, как бы, работе, потому что здесь висим очень сильно, висим, висим, девочки, маякните. Давайте я просто... Потому что я не могу, я вот Ольгу Ивановну вижу, вроде, да, она у нас немножко подвисает. Да, я вас хорошо вижу и себя хорошо вижу, а вот девочки написали висим. Виктория здесь, привет. Попробуйте, Ольга Ивановна, попробуйте выйти и снова зайти. Давайте, давайте. Хорошо? Выйдите и снова зайдите. Я вас... Вот, а пока Ольга Ивановна... Ага, отлично. Пока Ольга Ивановна включает, девочки, напишите. Меня видно? Видно, меня видно. Значит, сейчас у нас эфир ненадолго. Сейчас вернулся. Ага, все замечательно. Девочки, спасибо большое. Пишите нам. Значит, смотрите. Действительно, вот то, что рассказывала Ольга Ивановна, оно, вот так оно и работает. Я сейчас ее подключаю, добавляю. Я буду, пока она у нас подключается, я... Смотрите, что я делаю? Вот то, что мы сейчас разговаривали, у нас, на самом деле, не так много киртолитиков. Мне важно, чтобы вы поняли, какие они бывают, почему они работают по-разному. Вот здесь мне именно разные, да, то есть, зачем они... Спасибо большое, Вика. Они разные. У них разные составы, да, то есть, и вот видите, например, гелевый киртолитик, его можно использовать не как киртолитик, чтобы снять что-то, да, то есть, а именно сильно насытить, насытить кожу. И вот эта вот мочевина, об этом я всегда говорю на своих курсах, мы все время рассказываем, потому что очень часто люди говорят, ой, крем с мочевиной, это вот то, что мне поможет обязательно. Вот, я всегда очень аккуратна с кремами с мочевиной, всегда аккуратна. То есть, у них действительно вот есть это свойство, что им нужна вода, и чем больше рядом воды, тем больше они эту воду либо в кожу, либо из кожи, то есть, поэтому нужно очень понимать. И, например, почему пенный киртолитик будет подсушивать? Потому что у него кислород и нет абсолютно воды, он будет немножечко давать эффект вот этого подсушивания. Гель, да, то есть, если еще плюс добавить воды, то вы получите обратный эффект очень сильного увлажнения. Вот. Я потом сделаю вот этот небольшой пост, где прямо вот покажу вам, сделаю эти фотографии, потому что действительно в эфире плохо видно. Если меня хорошо видно, смотрите, вот это пенный киртолитик, видно, пенный киртолитик, вот гелевую киртолитику у меня, к сожалению, нет, но я вам покажу точечный киртолитик. Вот он вот так вот выглядит, так, не знаю, вот точечный киртолитик, вот в таком он маленьком, маленьком флакончике. Чем он интересен? Жду, все еще жду, Ольгу Ивановну, потому что она действительно подготовила вам целый такой вот дополнительный блок. Они выпустили новый киртолитик, который я еще, честно говоря, не видела. Так, мы сейчас ее еще раз подключаем, Ольгу Ивановну, там что-то у нас. Девочки, меня видно хорошо, есть хороший эфир, скажите, пожалуйста, пишите, я не подвисаю, ожидаем, пишут у меня ожидания по диафарм, Ольгу Ивановну, мы ждем. Вот, они выпустили спрей. Вот, вроде зашла. Все, отлично, все, Что-то со связью, девочки, нормально видно, мужчины, девушки, у нас здесь все и девочки, и мальчики. Мы привыкли, девочки, 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 а у нас здесь есть мальчики, мальчики, в том числе мастера, у меня есть, отлично, все, замечательно. Ольга Ивановна, продолжаем вот с того места, к которому мы остановились, я немножко рассказала, подвела итоги по пенному, по гелиуму, мне очень важно, чтобы вы рассказали про точный киртолитик, он действительно шикарно работает, когда вы можете просто вот взять так раз и точкой попасть именно на маленький, не забивают. Вот у нас Виктория Марина здесь в эфире, это преподаватель, и вот она работает колпачками, говорит, эти киртолитики не забивают, но я, видимо, то есть вот я думаю, что пенный не должен так забивать, потому что нет воды, потому что есть кислород, и он и дает вот этот подсушивающий эффект, это тоже супер, это тоже здорово, поэтому я колпачками работаю мало, мне очень понравилось, что он работает с фрезой монолит, вот, про киртолитик точечный, пожалуйста, Ольга Ванна. Я знаю. А значит, здесь напрямую введена щелочь, вот это мы можем сказать щелочной продукт, вот, потому что здесь есть щелочь, и это сильный, почему и точечный, почему мы не предлагаем работать со всей стопой, потому что здесь есть щелочь, вот, и поэтому мы его предлагаем работать именно с конкретным натоптышем, то есть это натоптыши под пальчиками, на тертости, натоптыши на больших пальцах, дневые, или аппликацию делать на пяточку. Вот. Вот, кстати, да, мастера, которые пробовали, то есть он же точечный, и первое, что пришло в голову, давайте попробуем по кутикуле. Если кутикула тонкая, и она, не дай бог, повреждена, то будет жжение. Да, на самом деле у нас есть средства для удаления кутикулы, но... Ольга Ивановна. Казалось бы, да, казалось бы, это, ну, это вроде как и там щелочь, и тут щелочь, потому что у нас есть тоже средства для удаления кутикулы с щелочью, есть без щелочи, но если мы наносим на кутикулу, действительно будет пощипывание, потому что это очень сильный продукт. Вот. Работает очень жестко, хорошо работает, мне прям понравилось. Да, ну, потому что большое количество. В кутикуле этот процент гораздо ниже, потому что там более нежная кожа, и около нотевой валик очень мягкий. У меня сейчас прекрасно идет эфир, но при этом я разговариваю с эхом, если честно сказать. Но я думаю, что ничего страшного, я буду у вас по губам читать. Вот, если вы замолчали, значит, можно говорить мне. Хорошо? Расскажите про новый, да, вот, про этот спреевый кератолитик, потому что это другого качества, то есть есть, смотрите, когда мы накладываем это гелевый кератолитик, когда пенный, да, то есть точечный, а это в виде спрея, то есть такие кератолитики тоже, имейте в виду, такие кератолитики позволяют наносить на всю стопу, то есть не обязательно точечный, какой-то маленький, то есть они работать должны чуть мягче, то есть я так понимаю, они позволяют работать при мелких каких-то повреждениях, да, то есть они не должны давать жжение, да, то есть расскажите, Ольга Ивановна, чем он уникален? На самом деле у нас достаточное количество кератолитиков уже было в арсенале, и они прекрасно удовлетворяли все запросы мастеров, но получилось так, что я вижу, что желание у мастеров постоянно замотать стопу, да, то есть замотать, надеть мешочек на стопу и в принципе усилить действие кератолитиков, потому что сегодня купили наш кератолитик, завтра чей-то другой, и поэтому уже на всякий случай перестраховываются и делают лишние затраты, то есть ценовые затраты на процедуру, вот, но мне пришла идея, что нужно сделать кератолитик в виде спрея и удовлетворить желание всех мастеров, вот, и вот на этот продукт как раз вот можно одеть салопановый пакет, скажем так, усилить продукт, но он в принципе не требует, но для того, чтобы, смотрите, стопа, нанесли на него спрей, да, продукт течет, высыхает, соответственно, его нужно как-то удержать, да, чтобы не на весу клиент держал ноги, да, то есть это неудобно, а чтобы можно было поставить на вот, на специальную, да, подставку при педикюре, вот, для того, чтобы было мастеру удобно работать, допустим, одну ножку можно как-то горизонтально держать, другую вертикально, вот, и чтобы не смазать тератолитик, можно что сделать, то есть можно взять безборсовую салфеточку, приложить к стопе, чуть-чуть брызнуть на стопу, чтобы она прилипла, потом нанести обильно нанести тератолитик, да, и потом уже замотать, ох, целлофановый мешок не взяла, да, вот, и потом уже замотать все это целлофаном или стречем, вот, и будет такая еще и паровая баня, и сам тератолитик будет прекрасно держаться, а стопу можно будет поставить на подставочку и спокойно заниматься пальчиками или чем-то еще, вот, или, допустим, готовить другой какой-то инструмент, ну, на самом деле, вот, замотав стопу, значит, стречем, можно освободить пальчики, то есть предварительно, вот тоже, прежде чем намотать, нанести средство для удаления кутикулы, да, вот, потом, значит, по истечении, там, допустим, пяти минут освободить пальчики от пакетика, стопа будет стоять на подставочке, а мастер будет работать с кутикулой, с пальчиками будет работать, да, а здесь продукт на самом деле работает на стопе, вот, я придумала, буквально, когда этот продукт, ну, задумывала, я именно подумала, удобно ли будет работать мастеру, да, с этим продуктом, как ему, ну, представила себя мастером, да, представила, как бы вот я обрабатывала последовательность всю и вот таким образом, ну, придумала этот продукт, вот, я думаю, что очень полезен будет именно мастерам, именно для того, чтобы им удобно было работать, вот такой продукт, это новинка. Да, замечательно, Ольга Ивановна, вот, мы с вами перед эфиром, буквально, у нас был такой очень хороший, хороший с вами экскурс, по, есть такое мнение, что вот, скажем, киртолитики со спреем, когда они кислотные, когда они содержат, и есть такая очень старая, скажем, история, что вот если киртолитик содержит молочную кислоту, то это вообще самый лучший киртолитик, его даже не нужно нейтрализовать, расскажите, пожалуйста, что на самом деле не нужно воспринимать вот эти вот вещи абсолютно, то есть мочевая кислота, то есть это то, что по большому счету содержится в коже, да, то есть она не должна размягчать, да, то есть значит она чем-то, ну как бы ее можно добавлять, да, то есть для того, чтобы лучше воспринимался киртолитик, лучше работали эти средства, да, более комфортно для кожи были, но на одной, на одной молочной кислоте киртолитик быть не может. Вот расскажите, пожалуйста, как химия, как производитель, то есть мне было очень интересно, на эту тему с вами пообщаться, вот, потому что у меня все время стоял вопрос, как у химика, но почему же, то есть что там не так, расскажите. На самом деле, на самом деле, в лабораторных условиях мы испытывали не только молочную кислоту, и кислоту АХА, и вот молочную кислоту, и всевозможные другие кислоты, вот, и все экспериментировали. На самом деле, если кислота, типа серной кислоты, да, то это ожог, получается, да, вот, то это можно, может слезть все до гостей, вот, если мы с щелочью научились работать, и научились останавливать щелочь, работу щелочью на определенном уровне по аж, то вот с кислотой очень сложно ее держать именно в рамках, да, а молочная кислота, она сама самостоятельно, без добавления щелочи, без добавления мочевины, она не работает самостоятельно, то есть она вообще никак не трогает кожу, такое ощущение, что вот воду опустили, слегка вот что-то размягчили, потому что это все-таки вода, да, то есть это жидкий раствор получается, молочная кислота, это не порошок, да, вот, и получается, что этот продукт, он самостоятельно не работает, как правило, производители лукавят, они говорят, что вот это на молочной кислоте продукт, а на самом деле, там еще есть другие составляющие, которые усиливают молочную кислоту, и все вместе, как и любой кератолитик, ни одна, ну, то есть ни одна мочевина работает в любом кератолитике, ни одна щелочь в любом кератолитике работает, это комплекс соединений, скажем так, это несколько ингредиентов, которые один другой добавляют, и они работают, поэтому, если вам говорят, что это чистая молочная кислота, на самом деле, это, ну, так скажем, не совсем правда, да, она, возможно, есть в продукте, но не она работает, вот, наверное, вы еще, работает та же самая мочевина, то есть та же самая мочевина, или щелочь введена, да, или если более щелочный продукт, значит, это щелочь, вот, ну, вот это вот такой ответ, потому что это все проверено, проэкспериментировано все, ну, чистым экспериментальным путем в лаборатории, Да, спасибо большое, это вообще здорово, мне, мне очень понравилось, спасибо большое, вот. А вот еще, можно, у нас был вопросик на прошлой передаче, возможно, что девушка и участвует этот раз, да, в этом эфире, и был вопрос, про ферменты, а есть ли ваши продукты, да, ферменты, был такой вопросик, вот, и, там, мы изучили этот вопрос, что же за ферменты, нашли продукты, в которых есть ферменты, изучили, могут ли они работать самостоятельно, опять же, в своих лабораторных условиях. С главным технологом были разработки, сделаны проверки все эти. На самом деле, опять же, на примере, как с молочной кислотой, говорят, работают ферменты. То есть не щелочь, это не щелочной продукт, это работают ферменты. Опять же, а когда начинаешь разбирать, разбирать продукты, еще раз повторюсь, но у нас пропали, поэтому еще раз повторите. Я вообще разговариваю с таким эхом, если бы вы знали, сама с собой, с эхом. Вот, значит, говорят, что, как вот молочная кислота, это продукт на молочной кислоте, а работают другие продукты. Вот так же точно и с ферментами. То есть не работают ферменты самостоятельно. И в этих продуктах, то есть вот, которые мы изучили, что якобы работают ферменты, там на самом деле есть еще ну, слово не мочевина, не карбонит, а другое. Химическое название – это фиамид, уголь, угольной кислоты, а на самом деле это тоже карбамид и мочевина есть в составе. Вот они-то, он-то и работает. А говорят, что работают ферменты. Ну, это вот тоже один из мифов, я вам сейчас развенчала. Как производитель, как изучающий вопрос, очень спокойно изучающий вопрос производитель. Спасибо. У нас осталось совсем мало времени, девочки. Вопрос. Для диабетической стопы лучше пенный киртолитик. Пенный киртолитик для диабетической стопы. То есть, если это возможно, и он работает, и с колпачком работает, и с монолитом работает, и, скажем, по большому счету, можете и шлифовать по нему, то есть и мягкими, и грубыми, но с диабетической стопой всегда осторожней, здесь нет напрямую щелочи. Да, то есть, чтобы нам повторить, потому что эфир у нас... Да, ожога не будет. Да, ожога не будет, да. Здесь уже, да, поэтому у нас, к сожалению, время уже не будет. Да, 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 да. Вот, нейтрализатор подходит ко всем этим киртолитикам. На самом деле, нейтрализатор подходит для любых киртолитиков, которых есть... Для любых киртолитиков. То есть, щелочные киртолитики. То есть, все щелочные киртолитики нейтрализуются, скажем, вот нейтрализатор, который есть в этой компании, он работает с любыми киртолитиками, и не только по диафарму. То есть, любые ваши киртолитики. Да, не только с нашей маркой. С щелочными киртолитиками нейтрализовать их проще. То есть, их действительно, скажем, с ними их можно контролировать. Кислоты контролировать, Очень тяжело, их практически невозможно остановить, именно поэтому очень часто, нанеся кислотный киртолитик, мы имеем вот этот длительный эффект, мы имеем очень часто какой-то, где-то расцарапали, где-то дальше пошло. Почему, например, те же самые носочки? Вот носочки вы не остановите никогда, потому что там чистая кислота, то есть почему люди приходят, носочки снимают, да, а там кожи нет, говорят, зато потом нарастет молодая, да, правильно, нарастет молодая, но вы травмировали кожу, и после того, как нарастет молодая, будет нарастаться та плохая, которая будет реагировать, ну, чтобы защититься реально, потому что более того, человеку еще нужно пережить этот процесс восстановления серьезного, поэтому, конечно, киртолитики, они в основном щелочные, и здесь у нас мы говорили о том, что есть киртолитик с напрямую введенным щелочью, да, то есть это гелевый киртолитик, который работает как берущий молекулу воды, да, то есть мы увидели, да-да-да, гелевый киртолитик, тот же самый точечный киртолитик, да, то есть вот показывает Ольга Ивановна, их тоже можно нейтрализовать, и щелочной киртолитик, но напрямую не введенный щелочью, поэтому можно использовать даже, даже можно для диабетика, чем остановить носочки, Ольга Ивановна, чем остановить носочки, снять, помыть носочки и вымыть ноги, да, да-да-да, снять носочки и вымыть ноги, то есть практически ничем другим их нельзя остановить, то есть тот же самый мозольный пластырь, это кислота, это не киртолитик, который можно контролировать, это кислота, поэтому люди, которые приходят к вам, приклеив этот мозольный пластырь, получают кислотный ожог, то есть вот ожоги в основном, это с кислот, я правильно говорю, Ольга Ивановна? Правильно вы говорите, да. Да. Все, мои хорошие, у нас время уже, иначе мы, вот, я постараюсь сделать небольшой экскурс, чтобы, да, то есть посмотреть про киртолитики, можно вот по диафарм аккаунт, откуда выходила Ольга Ивановна, и на моем аккаунте, да, то есть у нас есть сейчас аккаунт nnc-profshop, там у нас тоже есть про, вот, компания по диафарм, все про эти вот киртолитики есть, а я обязательно напишу какую-то постараюсь. Задавайте вопросы, мы на них будем отвечать вместе с Натальей. Да, 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 вы можете, вы можете задать вопросы в директ, вы можете задать под постом вопросы, мы будем, действительно, киртолитики это огромная тема, и по ней можно говорить не один эфир и даже не два эфира. Спасибо большое, Ольга Ивановна. Спасибо. Я вам очень благодарна, спасибо большое. До свидания, до новых встреч. Девушки, хорошие, всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok